Уважаемые любители моего научного творчества, да и художественного тоже. Сейчас масленица, поэтому у меня здесь блинчики разные, с мясом, с луком и яйцом, а также с картошкой, с грибами. Ну, знаете, такой получается прекрасный набор, которым можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. И под этот набор замечательный у меня есть подарок, мне подарили мискаль настоящий, которого привезли на себе, что особенно я благодарен человеку, который это сделал из самой Мексики. Настоящий мискаль – это вам не текила, это для настоящего ценителя тонких удовольствий. Это нектар, особенно сделан в таких маленьких заводиках, которых как раз делают так, чтобы не экспортировать. По этой причине поздравляю вас всех с праздниками, которые у нас прошли, в том числе самые разнообразные. День защитника Отечества – это один из важнейших праздников, потому что люди, которые не обгадились, а пошли защищать свою страну, они достойны всякого внимания и уважения. Поэтому поздравляю вас с этим праздником, плюс еще всякие приятности, так сказать, христианского происхождения, в том числе и масленица. Вот за это дело я в циничной форме нарушу нравственность. Так что с праздником вас всех, хорошего настроения и огромная благодарность за те слова, которые вы мне пишете. Не так много хорошего сейчас на свете для того, чтобы ваши слова не ценить. С праздником! Это нектар. У меня четыре таких бутылочки, самых разных по содержанию, но необычайно приятных во всех отношениях. Ну а теперь перейдем к тому, о чем вы меня все время спрашиваете. Ответы на вопросы. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь много чем, потому что у меня есть текущая работа. И в рамках этой работы я сейчас интенсивно описываю развитие неокортекса головного мозга человека. Это очень важное дело, потому что на самом деле в мире практически нет полноценного описания дифференцировки неокортекса. Силу разных обстоятельств я учился у людей, которые в этом неплохо разбирались. Ну уж получше всех живущих ныне на планете, этих имитаторов научных деятельностей, или слабо процветающих на западных грантах, таких псевдоученых. Иногда даже с неплохими результатами. Поэтому мне придется этим заниматься. Это работа сложная, большая, требующая огромной концентрации сил. Но, тем не менее, она, я думаю, закончится удачно. Уже сейчас на сайте нашем лабораторном, где у меня публикуются как раз эти принципы, появляются все признаки этой работы, поскольку у нас будет общедоступный сайт для всех желающих, чтобы каждый мог посмотреть, а что на определенных стадиях развития происходит с человеческим мозгом, как он формируется. Это сложная работа, естественно, не я один в ней участвую, там просто подготовка материала огромная. Участвует вся лаборатория, я сплодаю, можете посмотреть, ознакомиться на сайте института. На нашем, в смысле, лабораторном сайте. Брайан-микроскопе. Кроме этого, я занимаюсь, насколько возможно, значит, тоже по вашей просьбе, книжкой, которая посвящена тому, как управлять собственным мозгом. Это очень важно, потому что я же, вы знаете, как отношусь к психологам. То есть, это лженаука, я никогда не занимался, заниматься не буду и не интересуюсь, потому что так называемая психолингвистика, которая представляет собой вариант религиозной болтологии, меня вообще не интересует. Но кроме этого, в этой книжке, которая, мне кажется, очень важная, но, к сожалению, я очень ограничен в средствах, чтобы тратить время на её написание. А ещё занимаюсь всякими приятностями, потому что, ну, как-то без удовольствия жить вообще тяжело. А в моём, так сказать, возрасте и статусе эти удовольствия не всегда так легко решаются с помощью длинноногих блондинок. Приходится заниматься более изысканными способами, в том числе цитарксихтоникой мозга-миноги. Кто-то из вас помнит, что лет шесть назад я был в гостях у Гоблина, то есть Дмитрия Пучкова, и там мы с ним потрошили миногу. И, значит, кроме того, что мы их потрошили, мы их ещё, я их ещё жарил по технологии, ну, и, естественно, ими закусывали. Это очень хорошая закуска. Хотя в Невской миноге довольно много глистов, но они концентрируются в основном в мозге, потому что попадают туда. Ну, ничего страшного. Кроме этого, в издательстве в виде лежит книжка «Портрет искусства фотографии». Это шестая книга из серии «Искусство фотографии», посвящённая истории фотографии и портретам, том, как снимать портреты и в чём там фокусы. Потому что обсуждать с современными фотографами, даже портретистами, суть этого вопроса почти невозможна. Во-первых, они не понимают, что делают. Во-вторых, они не понимают, зачем. А мелкий выпендрёж, который всё время, так сказать, фигурирует на сайтах или на выставках, меня тоже не очень волнует. Вот будет книжка, посвящённая истории развития фотографии и тому, как это надо делать. Если ты хочешь сделать это как следует и чем. Но она пока лежит, и, наверное, будет ещё довольно долго лежать в издательстве, потому что такие книги быстро не оправдываются, и, может быть, даже будет она выпущена по подписке исключительно тем, кто её заказал. Кроме этого, очень много вопросов у меня ко мне приходит о реформе науки и образования. Да, я посмотрел от начала до конца, ну, то, что было опубликовано и почитал, все выступления тех людей, которые выступали на этом заседании по реформе науки и образования. Могу сказать, что если всё будет происходить так, как там обсуждали ответственные лица, то никакой реформы науки не будет. Да и образование тоже. Именно это вызывает максимальное сопротивление либеральной части наших чиновников, которые, собственно говоря, на контактах Запада поднялись, процветают, вывозили туда деньги, детей, жён-любовниц, ну и теперь не хотят это прекращать ни в коем случае. Почему? Потому что за людьми, которые, собственно говоря, разваливали науку 30 лет, оставлена функция рецензии научных проектов. То есть они вроде ничем не распоряжаются, но пишут рецензии. Как они пишут и кому, я думаю, что всем в нашей стране в условиях такой тотальной коррупции, всё понятно. Что они из себя представляют, тоже понятно. Как они проникают в Академию, тоже известно. Поэтому представить себе, что на фоне таких рецензентов, тысяч человек из которых, а в Академии чуть больше трёх тысяч членов, подписали письмо против нашей военной операции, что вы будете ждать? Они к этому государству никакого отношения не имеют, кроме зарплаты. И представить, что они вдруг будут подавать позитивные рецензии на проекты, организовывать, это организуется всё. Причём они, опять-таки, на этом заседании было сказано о том, что они будут и дальше анонимными. То есть неизвестно кто, неизвестно что. Я читал этих рецензий довольно много, полуграмотные абсолютно. На границе хамства бытового. Сочиняются совершенно явно никчёмными людьми, быстрее всего, какими-то секретаршами. И с помощью их валят проекты. Представить себе, что только официально, под своими фамилиями, подписавшие из Академии тысячи человек будут ратовать за развитие отечественной, например, военной науки, я представить не могу. Тысячи – это официально объявивших себя, собственно говоря, противниками сегодняшней страны нашей. А остальные, вы думаете, там ещё не столько же осталось? Ясно, что в этом отношении у нас стоит отличный, надёжный западный блок на всех наших научных начинаниях. Ни хуй не лучшая ситуация в образовании и медицине, потому что то, что устроили у нас последние 30 лет, не лезет ни в одни ворота. Приведу пример из далёкого прошлого, когда в 30-х годах педология победила в нашей стране, и люди перестали вообще учиться. Мне мой шеф, Вадим Петрович Заворыкин, рассказывал, как они, учась в Медицинском институте, сдавали экзамены бригадным способом. Это что значит? Бригадир или назначенный бригадиром человек шёл и сдавал экзамен за всю бригаду. Вы догадываете, что происходило? Вот сейчас введение ЕГЭ, тестирование и прочие все безобразия скопированы с того, что в Америке, например, уже давно отказались, они, естественно, процветают в нашей стране. А эти люди со странными фамилиями, которые это всё время толкают у нас в образовании, по сути дела, не сдвинулись ни на миллиметр. То есть у нас органы рецензирования, так сказать, учебников и педагогических проектов остались те же. У нас люди, которые сочиняют эти все реформы, остались те же. И ждать, что образование вдруг изменится таким образом, радикально станет хорошим, как раньше, не приходится. Как известно, Иосиф Виссарионович возглавляет комиссию и сдал знаменитый указ о преодолении этих самых процессов педофилии, педологии, почти педофилии, которые развели. И тогда всё это умудрились испортить за полтора десятка лет. И потребовалось на восстановление ещё 20. А сейчас на это ушло 30 лет. И мне кажется, что без включения процессов массовой декапитации организаторов этих процессов, как, впрочем, и в медицине, ничего не получится. Нельзя одними и теми же людьми оптимизировать медицину, разгоняя её, уничтожая на корню, а потом её так же весело и дружно восстанавливать. Мне как-то это не получается. Мне представить, что это возможно. Ну, может быть, как-то можно их заставить. Но, глядя на их лица на этом заседании, тех самых людей, которые, собственно говоря, заметали науку под плинтус, я это себе представить не могу. Значит, в этом году ещё будет много проблем. Потому что быстрее всего опять не выйдет календарь, вот этот черно-белый календарь за 2017 год, он заканчивается в издательстве, его ещё можно заказать и получить. Но с ним, в общем, всё это история закончится, потому что средств для того, чтобы выпускать новый календарь, наверное, не появятся. Спрашивают много про томограф. Томограф делают, как вы понимаете, всё те же чиновники. У них в руках средства и возможности. Поэтому томограф будет для церебрального сортинга делаться очень медленно. Но, тем не менее, есть и позитивные моменты. Мы начинаем новый исследовательский проект по оценке энергетических возможностей мозга, то есть о возможностях управлять собственным мозгом для решения творческих или бытовых проблем. По предыдущему, по предыдущей фазе тестирования я давал отчёты, говорил, что там произошло. К сожалению, пропагандировать эту технологию я не могу. Почему? Потому что очень немного людей действительно обладают реальными возможностями управлять энергетикой своего мозга. К сожалению, результаты оказались не столь приятные, как даже я ожидал. Всё, ситуация намного хуже. Но, тем не менее, вот сейчас под роликом вы увидите адрес электронный, по которому мы можем написать заявку для участия и потом получить раскладку о том, что надо делать. К сожалению, из-за, так сказать, обалденной реформы науки, в которой как не было денег, так и нет, мы, так сказать, ограничены в своих возможностях и частично этот проект будет платным. Ну, здесь ничего не сделаешь. Поэтому, уважаемые слушатели, я советую вам набираться терпения и пока заниматься собой, своими проблемами. и поменьше обращать внимание на то, что происходит во внешнем мире, потому что те процессы, которые происходят во внешнем мире, имеют очень мало общего с тем, что вы о нём думаете, ну, тем, что вам рассказывают. Об этом будет отдельный ролик, и вы на него посмотрите. А пока хочу пожелать вам, уважаемые слушатели, хорошего настроения, здоровья и, самое главное, внимание к себе, потому что у нас у всех огромное количество ресурсов, неиспользованных. Не те, которые появятся в голове волшебным образом, а те, которые можно трудом, учитьчивостью и старанием из себя выжить, чего я вам и желаю. На этом я прощаюсь с вами. Ну и совершенствуйтесь, хотя бы с помощью моих книг, которые уже вышли в этом году. Это две книжки. Значит, «Церебральный сортинг» и «Нищета мозга». Но они обе стереотипные, поэтому у кого есть, конечно, покупать не надо. И так с деньгами проблемы. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Надеюсь, я ответил на наиболее животрепещащие вопросы. До свидания. Продолжение следует...